Привет всем зрителям моего канала в YouTube. Спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки, спасибо, что репостите, спасибо, что помогаете материальным каналам. Это очень важно. Огромное спасибо всем вам. Сегодня в не совсем обычном месте я записываю свой очередной ролик. Это расположение 30-й бригады, район города Бахмут. Здесь совсем рядом линия фронта. И мы просто с друзьями, с моими священником из Михайловского собора Сергеем Дмитриевым и с журналистом издания Лига.нет Сергеем Бережным, с моими личными друзьями, приехали к нашим бойцам на несколько дней. Это, кстати, та самая бригада. Тут очень много героев Украины и кавалеров высоких орденов. Это люди, которые воюют с самого начала войны. И здесь, кстати, Леня Остальцев служил, который ветераны групп. И ему вчера этот привет передавали его бывшие служивцы и командиры. Ну, то частные такие вещи. Поговорить я хочу, конечно, о том, какое ощущение здесь от того, что происходит в стране и что происходит в Киеве сейчас. Здесь среди солдат и офицеров разные мнения. Политические, имею в виду взгляд. Но, конечно, не все проукраинские. Тут без вариантов никакого русского мира тут нет. Здесь контрактники. Здесь люди, которые пошли сами в армию защищать Украину. И люди, которые воюют, как я сказал, уже очень давно. Люди все проукраинские, конечно. Все очень классные ребята. Кто-то голосовал за Порошенко во втором туре, кто-то за Зеленского. В общем, все абсолютно свободно себя в этом плане чувствуют. И они голосовали в любом случае за свою страну и против России. Потому что вот она тут рядом, совсем на расстоянии выстрела находится. И как бы вчера мы говорили, как раз я просто имен называть не буду, тех, кто сейчас тут служит. Мы говорили с несколькими людьми. И вот они сказали такую мысль про ситуацию на фронте, про то... Ну, я прямо спрашивал. Просто вы давно служите. И лицом к лицу и с наемниками встречались, и с кадровыми российскими военными. Например, на Псковской воздушно-десантной дивизии, еще тогда в 14-м. Как вы думаете, способна Россия напасть и победить, продвинуться далеко, захватить Киев? Ну, вот такие вот вещи я спрашивал у профессиональных военных. И именно с точки зрения их опыта, их видения, их знаний. Они сказали, что нет. Мы считаем, что это невозможно. Что мы воевали непосредственно и с элитными российскими частями побеждали их. И армия, в общем, сейчас готова к отражению наземной операции российской. И как бы это будет сопряжено, мягко говоря, с большими трудностями для врага. А, грубо говоря, будут большие потери. И, конечно, Украина не сдаться, и у армии совершенно не будет маслом, в который русский нож войдет. Будет война настоящая, и победы России в ней не будет. Так сказали мне люди. Кавалеры Ордена Богдана Хмельницкого, герои Украины и так далее. Абсолютно серьезные, спокойные ребята с опытом. Которые знают, что говорят. Это лучи всяких военных и полувоенных, и невоенных экспертов, которых можно об этом спросить. Вот. Что еще? Ну, что касается фронта. Здесь сейчас относительно затишье. Мы выстрелов не слышали. Недалеко тут недавно была трагедия. Когда, помните, погибло два бойца. Они были ранены. Украинские воины. Но здесь вот непосредственно сейчас вот даже ни одного выстрела за ночь, по крайней мере, не было. Вот. Это, конечно, хорошо, что они боятся стрелять, не хотят. С той стороны, по крайней мере, здесь. Хотя обстрелы есть, я знаю, в других частях. Но закончим про фронт непосредственно. Тут, в общем, меня ничего не беспокоит. Ребята на своем месте, и все у них есть. Включая им мотивацию, оружие и так далее. Оружия, конечно, всегда не хватает, но и того, что есть, в принципе, чтобы воевать, достаточно. А умения и опыт имеются. Конечно, именно здесь было очень на контрасте вот с этими людьми. Было очень интересно вчера прочитать новость про то, что еще один телеканал уже официально захвачен сторонниками Медведчука, людьми пророссийской ориентации. Ну, по сути дела, все пишут, что это и есть Медведчук. Как бы ни назывался физический человек, который купил, оформил для себя телеканал Азик. Мнение сообщества журналистов сходится в том, что это Медведчук, который так или иначе контролирует еще два канала. Как тоже все медиа-эксперты говорят, это 112 канал и канал Ньюзуан. Теперь телеканал Азик. На самом деле, про Азик слухи ходили давно, еще, наверное, может быть, с той осени, может, раньше. Там, помните, был скандал журналистка, она уволилась, когда ее впихивали в эфир включение Медведчука. Это был такой сигнал, да, в принципе, я, наверное, многие журналисты, работающие на Азике, знали, что Медведчук уже имеет вплыв на этот канал. Но как-то пока официально этого не было, с этим люди как-то мирились, и, наверное, цензуры такой не было. И они правду говорят, что, в общем, они свободно там творили. Ну, сейчас, когда пришел уже прям вот человек Медведчука, там, правая или левая рука, они массово увольняются, люди все приличные, кто увольняется, с большим уважением к ним отношусь, многие знаю лично, вот, правильно все делаете. Это, конечно, очень громкий скандал, по сути дела, куплен актив, который, в общем, на глазах теряет реноме свое, да, потому что ЗИК это был канал, у него такое, как бы, происхождение западного. Украинское, и к нему доверие было проукраинских именно людей, но сейчас, вот, как видим, это доверие рушится на глазах, не знаю, что с этим товаром формально купленным, может быть, его и закроют, я не знаю, может, для этого покупали в итоге. Но не думаю, скорее всего, наверное, превратят в очередную площадку для таких дискуссий в духе русского мира, как уже 112-й Ньюзван, да, еще и плюс из телеканал Наш, тоже весьма, скажем так, пророссийски настроенного политика. Плюс мы сюда сейчас добавим телеканал Интер, который тоже там бессмертные полки демонстрирует и так далее. Вот, то есть явно не, не тут мухи, жужжание, такое жужжание, слышится, наверное. Вот, плюс добавим сюда телеканал Украина, который, конечно, там, он не откровенно пророссийский, но все равно он такой, нельзя назвать его патриотичным проукраинским каналом. Вот, ну, дальше можете добавлять сами, по-разному оценивают деятельность разных других каналов. Я не хочу никого никак маркировать, потому что, ну, скажут, там, ярлыки вешают и так далее. Сами все видите, вот, и видите, как растет популярность ОПА-блока. Это машина Урал едет, тоже шумно немножко. Вот, популярность ОПА-блока растет, и оппозиционные платформы за життя, они уже вторые по спискам, через мажоритарщиков протянут своих людей. Но об этом всем мы уже говорили. Гораздо хуже то, что вот, при том, что фронт физический, военный фронт Украина держит, и ничего тут плохого не происходит, вот, все в порядке, и ребята готовы. В это же самое время, по сути дела, война-то гибридная, ее ровно половина этой войны, это медиа. Я всегда говорил и говорю, как бы половина усилий, если не больше, вот, в момент, когда нет непосредственно боевых действий и захвата в территории, Россия направляет на финансирование, продвижение телевизионного контента. Собственно, вот, что сейчас, чем стала путинская Россия, это, собственно, то, во что они хотят превратить и Украину. Просто методы будут чуть, вернее, слова будут чуть другие для украинцев, но цель одна, создать такую ватную аудиторию, рассказать о том, что Украина неправильно движется в ненужном направлении, что, ну, вот, есть люди, которые в нужном направлении Украину продвинут, будут рассказывать про нейтралитет, про то, что не нужно в НАТО вступать, будут рассказывать про то, что там вся Украина скоро пустеет, и все убегут, работать в Польшу, что все ужасно, значит, займутся и Зеленским, будут дрючить его за то, за это, за пятое-десятое, потому что цель одна, просто расхреначить политические институции, посеять в украинцев неуверенность в даташнем дне, и как магнитом притянуть вот к России, которая типа ведет себя сейчас, типа миролюбиво, вот, Путин рассказывает о том, что мы братья, что нужно будет мириться, все равно у нас одна судьба, там, и так далее, и так далее. Вот, для продвижения этого путинского собственного лозунга и будут работать все пророссийские медиа в Украине. А теперь посмотрим количественно. Я даже сейчас не буду брать вот эти рейтинги, доли и так далее. Ситуация катастрофическая. Я думаю, что, ну, может меня поправят какие-то телевизионщики, но я думаю, что весь вот такой откровенно проукраинский контент на телевидении, ну, где нет развлекухи, где идет общественно-политическое вещание, именно с точки зрения украинской государственности, не с точки зрения каких-то партий, там, движений, будем брать все в целом. Вот кто за Украину, против России, да? Я боюсь, что процент вещания таких каналов значительно ниже трех, например. Да? Ну, моя оценка такая. То есть, можете себе представить, 97% из них какая-то часть развлекухи, но из информационных вот каналов, да, вот 97%, ну, за 90% это каналы, которые будут украинцам рассказывать, какая у них неудачная страна, какой бардак царит, что нужно войну заканчивать и так далее, и так далее. И вот он тут, Путин, с своими мирными предложениями. Они будут качать Зеленского, качать Раду. В Раду сейчас заходит очень много регионалов, бывших там, всяких поблоковцев, прочих пророссийских блогеров и так далее, и так далее. И вот мы получим ситуацию где-то к осени, ну, в любом случае, когда бы выборы ни были, но вот активно мы получим к осени ситуацию вполне оформленного реванша. И это в первую очередь будет медиа-реванш. Попутно штрихом дополню то, что происходит сейчас в Харькове. У меня есть, живут там коллеги, которые рассказывают, что им ситуация в Харькове, просто показательный город, да? Напоминаю, сейчас 14-й год, весну 14-го года, по всем признакам. Им видней, я в Харькове был только проездом однажды, очень давно, но люди, которые вот именно евромайдановцы, ну, журналисты, точнее, которые все это видели тогда, они утверждают, что им эта ситуация очень напоминает 14-й год. А мы знаем, что это именно Харьков слабое звено, как и Одесса, да? То есть на фоне медийного вот этого наступления из России будет еще по местам разрыв, вот этот вот, будут там и там пророссийские вещи выбегать. Меня забанили в Фейсбук за пост в поддержку того, что памятник Жукова, правильность, если можете себе представить, да, как медиатролли работают, что на месяц в Фейсбук банят журналистов за анализ и одобрение вот этого сноса памятника в момент этого пророссийского шабаша, который там происходил, да? Я просто поблагодарил патриотов за это в Харьковске, нас дружины, там, нас корпус и так далее, и майдановцев. Вот, то есть на фоне вот этого уверенного положения наших ребят на фронте, очень неуверенное политическое положение в стране. Я не знаю, как будет действовать Зеленский, пока его все призывают, но, в принципе, я присоединяюсь к призывам журналистов и разных общественных деятелей, что по телевидению надо собирать РНБО, потому что идет монополизация полностью вот этих медийных войск непосредственно в Киеве, антиукраинских откровенно, в руках, в общем-то, одной политической, политико-экономической группы пророссийских агентов влияния в Украине. Это оружие страшное, это вопросы и личной безопасности Зеленского, как президента имею в виду, потому что как минимум, потому что они будут все сносить здесь, и его, и нас с вами, и парламент, про украинскую ориентацию парламента, они будут разлагать армию, именно пропаганда изнутри и армию тоже будут разлагать. Они будут разлагать все, что только можно, на местах, в центре и так далее. Мы получили такой, извините за такое сравнение, ни в коем случае не хочу затронуть память жертв, такой пророссийский Чернобыль взорвавшийся. Вот они давно готовились, сейчас они считают, что можно, что их никто не тронет, что Зеленскому не до них, депутатам не до них, они занимаются своими, так сказать, вот сейчас выборами и так далее, и так далее. А медиафронт сейчас четко выстраивается за Россию, он будет бить в тыл нашим солдатам, офицерам, он будет в тыл бить и 30-й бригаде, где мы сейчас находимся, он будет бить в тыл всем нам, кому дорога Украина, не как предаток российского региона. Это очень все четко видно, я полностью присоединяюсь ко всем, кто бьет тревогу, я призываю президента все остальные дела параллельно, но заняться вот этой монополизацией медиапространства в руках пророссийских сил, это реальная, настоящая угроза стране, от которой отворачиваться нельзя. Это гораздо более опасно, чем взрыв любого военного склада, даже крупного, это гораздо более опасно, чем все вообще остальное. И если мы посмотрим, в ближайшие месяцы не будет даже дни, месяц, недели ничего предпринято ни радой, ни президентом, это значит, что Медведчук и прочие получают де-факто карт-бланш на продвижение своим целям дальше. И дальше я просто не буду прописывать последствия, которые могут прийти в голову, вполне трезво и логично. Будет очень плохо, очень плохо будет всем, сверху донизу, кому вообще дорогая Украина. Я призываю, кстати, людей в команде Зеленского, а там я просто узнал про каких людей, сейчас без фамилий, они и фронт помогали, и кучу боеприпасов отвозили, оборудование и так далее, действительно очень близкие к Зеленскому люди. То есть абсолютно проукраинские, там нет никаких сомнений в том, что им эта страна дорогая, что они Россию ненавидят. Я вот к этим людям конкретно обращаюсь, да можно и конкретно обратиться к Андрею Богдану, который много помогал фронту, как я узнал, мне рассказали не тут, но рассказали люди в самые тяжелые времена, что он очень проукраинский человек. Другие разные люди, которых я не знаю. Ребят, давайте, если вы молодая команда, давайте собирайтесь, давайте решать, что делать. Любыми путями, любыми возможностями надо эту агрессию изнутри прекращать. Этот чернобы медийный надо купировать, его надо обкладывать саркофагом, иначе нам всем будет очень хреново. Спасибо за внимание, спасибо всем, кто помогает моему каналу в YouTube. Всем хороших выходных, но ситуация в стране на самом деле очень тревожная, и мы должны об этом думать, знать и действовать главное.